Так, вот такое большое письмо от Сергея. У меня большая проблема, которой я никак не могу разобраться. Уже полгода. Ну, полгода это не срок. Я, наверное, после новогодних праздников заболел внизу живота слева. Да, боли были, но еще болела днем, появилась тошнота, слабость, но еще боли, подмошонка, предположительно, в области заднего прохода. Я резко отказался от животной пищи и перешел на растительную кашу, бобовые фрукты и мяновые семена. В это же время я сделал боли 10 клизм очистительных из содовых, пил соду, перекись. Постепенно улучшилось состояние боли, прошли. Единственная была проблема, что я начал сбрасывать вес. Месяца через три вижу, что продолжаю сбрасывать вес и резко включил в рацион курицу. Дней через пять почувствовал тошноту, вернулась боли внизу живота слева. И за ней проходит сильную слабость. Все это было гораздо сильнее, чем раньше. Так надо не резко, а потихонечку все это включать. Понимаете, вот мы все любим резко. Раз, левая руля, правая руля. И нас заносит на поворотах. Потихонечку. Я опять пришел на чисто растительное питание, стал делать клизмы, уже почти ничего не помогало. Ну, и такое бывает. Я все время лежал, так была сильная слабость, свет кожи прижал. Ооо, серо-желтый цвет. Раз в день с утра был понос, и пища выходила частично переваренная. Семятмина. Опачки, опачки. Отлично действует. Очень сильно стал переживать по этому поводу. А вот переживать не надо. Надо искать, что и как. Понимаете, проблема. Проблему надо решать. А когда мы переживаем, возбуждается ветер, сухость и холод в организме. И все пошло еще быстрее. Сдал кучу анализов, кровью, мочу. Прошел к следующему прошлому поводу. Это было у трех урологов. И все такое. Короче, все анализы нормальные. Только хронический простатит. Который, помимо врачей, никакого областения не дает. У кого-то не дает, а у кого-то он проявляется. Поэтому, поэтому. Тодикам, Семятмина. Я вошел в кучу врачей. А они не смыслят, что такое ветер, что такое желт, что такое слизь, что такое индивидуальная конституция. Они смыслят в таблетках. Никто ничего толком не говорит. Все нормально. А у меня все хуже. Продолжаю, значит, сбрасывать вес, отращение от еды, тошнота. Очень сильная слабость. А вот тут-то от еды и тошнота. Понимаете? Как раз вот почитайте лимфатическая система. Может она к чему-то вас подвинет? Вот эта огромная статья. Понос был каждый день с утра. При росте соль потерялся на 17 килограмм. В это время я сделал один сеанс. Без цирального сажа жиротая через пару дней был не зажерстливо. Ушла. Но продолжал болеть под мошонкой. Продолжал пить соду. Перекись включил черный тмин. О, черный тмин. Перекись, ну, как бы сказать, сода. Вот, значит, сода, я так подозреваю, она тоже возбуждает ветер. Ни одно семя, куркума, имбирь, кардамон, черный перец, кунжут, семя абрикоса пил. Антипозитальный комплекс с лисичками. Даже пропил полынь и девясил. Зеленые коктейли свекольные, морковные. Продолжал делать клизмы с содой, с ромашкой сделал лектарных капельных. Перекись все делал, с содой, ванной. О, вот тут это самое. По большому прошли счету. И знаете, знаете, если поломалась лимфатическая система, вот это все, вот это все, как бы сказать, ну, в какой-то мере, что-то там, конечно, это. Но важно, важно очистить ее. И для этого надо было бы сделать голод. Включил пробиотики, так-то-то-то-то-то. Затем опять я стал делать висцеральный массаж и почувствовал улучшение. Стульно организовался, неделя была уже более-менее нормально. Мне показалось, что я стал в здоровье, прошли боли, тошнота и так далее. Боли, вот именно тошнота говорит о том, что аппатическая система, будем говорить, забита до отказа и ей уже туда ничего не хочется складывать. Она хочет выделять через слизистые оболочки, через желудок. Потом получилось через легких, что в жару выпил пиво, через несколько дней все недомогания возвратились. Причем заметил, когда начинаю болеть, появляется зеленый стул, зеленый стул. Это что-то связано с печенью. Какие ассоциации про очаг какой-то начинается подмошонкой. То есть, если там особенно имеются прыжечки, высыпания и так далее, боль указывает, что там, да, очаг. Из этой области как будто идет основная проблема. Начал болеть в основном. Когда я двигаюсь, встаю, хожу и даже сижу, а как лягу уменьшается, причем как только начинает болеть, сразу пропадает потенция, особенно заметно по утрам. Живот как будто втягивается в сторону позвоночника. Еще замечен, что как сделаю сеанс эстрального живота, массаж, у меня лучше становится. Но потом опять как будто очаг какой-то идет с области малого таза и действует на ЖКТ. На читажах есть, да. Сейчас взял направление на МРТ малого таза брюшного отдела. Там очередь сумасшедшая. Вот смотрите, сделают МРТ. И дальше, и дальше взяли с вас денежки. А как лечить будем? Что лечить будем? Не важно. Мы с вас взяли МРТ. И так вы с МРТ этим и останетесь. Через месяц-полтора только можно пройти моральное состояние. Раньше было ужасно, на грани. Потом взял себе руки и стало полегче. Но часто накатывает от безысходности. Замучивался, я капитально не знаю, что со мной. И как выбраться из этой ситуации. А также как поправиться на этой точке. Может с высоты вашего опыта, какие мысли вы дадите подсказкой, чтобы разобраться с проблемой. Иногда руки опускаются, ничего не хочется совсем. Но надеюсь на лучшее, продолжаю бороться. Буду очень много. И если делите мне внимание, Сергей, Сережа. Клизмы с упаренной уриной только опачки. С упаренной уриной вот эта вот область, область вот это вот как раз массажик. То есть область, значит, будет низа живота. Область, значит, промежности массажиком. То есть выгнать эту заразу. Далее, очень хорошо, очень хорошо, вот там, где вот это вот, делать, делать бы такое вот стадикампа. Стадикампа, как бы сказать, развести его там в масле. Развести в масле. Ну, допустим, грубо говоря, там 5 капель стадикампа на чайную ложечку масла, до того же льняного масла, оливкового масла. И все там хорошенько смазать. То есть вот это вот, все это покажет, что там, что там, как там. И вот эта вот область малого таза, она не любит, когда там туда идет тыквенное масло. И тыквенное масло. Даже можно, знаете, что сделать? Чайную ложечку тыквенного масла. И туда капнуть, 5 капель стадикампа, все это перемешать. И хорошенько все это отмассировать. И плюс тыквенное масло по столовой ложечке пить. Так, никаких резких телодвижений. Я думаю, что все это проявится, что-то там живет. Оно, как правило, полезет оттуда куда-то. А так бывает, да, вот, особенно обратите внимание, олимпатические узлы вот здесь у вас в паховых этих областях, они не воспалены, так немножечко их пощупайте. Они не будут ли болезненные. В норме они особо не болят. Вы просто прощупывайте, как они там будут, как под кожей горошины или посолены. Такие примерно. А если они болят, то говорят о том, что лимфатическая система уже там борется. Я думаю, что все будет нормально. Ну вот, я тут почитал, так сказать, перед своим проходом, кто там что-то мне сделал, а потом... Так что уникальное видео, уникальное видео со всех сторон, это лимфатическая система. Его надо читать, потихонечку применять. Ага. Вот тут сразу посадить тебе надо. Идиот. Это, значит, тема моча прошлое-настоящее. Я рассказываю о том, что было, что у нас творилось в стране. И тут такие высказывания. Ну, я написал, спасибо за отзыв. О лечении артрита, причины возникновения, способы исцеления. Артрит. Очень просим. Много родственников страдает. Смотрите видео. Лимфатическая система. Как раз там эта тема затронута. И делайте. Легко и просто. Ха-ха. Вот Татьяна Баренкова. Народ, где вы? Посмотрите. Есть. Просмотр есть. А лайки ваши где? А да нигде. Очень интересно. Это сны, смирение. Ха-ха. Дай вам Бог долгой жизни. Ну, спасибо. Все продумано. Будьте православными. Соблюдайте года и дни. Да. Суперинтересно. Джас Мухин. Мошенница. Дакар. И, наконец, Сергей, у которого что-то там разболелось в районе мочевого пузыря. И оттуда как-то пошли разного рода недомогания. И пошло-поехало. И то он попробовал, и все он попробовал. Какой-то толк был, но ненадолго. И куча этих врачей прошел. И куча этих анализов, исследований. Толку нету. То, что он написал в своем письме, говорит о крайней степени зашлаковки лимфатической системы. А именно, изменились кожные покровы. Значит, изменился стул. Это говорит о том, что еще и микрофлора не та. И плюс еще там внутри обитает. То есть здесь, здесь, надо правильно начать как расшлаковку своего собственного организма, так и борьбу с этой микрофлорой. Ну, будем говорить, чтобы как-то это все прервать, ну, так как вес у него уже упал на 17 килограмм. Вот. Голодать, конечно, будет трудно. Ну, хотя вот это вот средство, которое... И причем на урине, на урине, с клизмами, изупаренной уриной очистительной, она бы хорошо сыграла все это дело, очищая организм. Хотя бы недельку там. Потом потихоньку начинать правильно выходить на кисломолочном. И он еще что там замечает, что говорит, вот это вот ерунда. Он делает там массаж брюшной полости и чувствует, что вот она там где-то в районе мочевого пузыря, в районе предстательной железы гнездится. Кстати, пощупать, мягенько пощупать узлы лимфатические, паховые. Где-то они воспалены и не воспалены. Вот, и если эта вещь где-то в предстательной железе, оттуда делает набеги на скоки на весь организм, значит, тут тыквенное масло использовать на постоянку. Зарядили с утра столовую ложку. Плюс для того, чтобы нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта, не было понуса. Тмин. Ну и питание. Вот тут-то питание для того, чтобы все это закрепилось. Какие-то кашки вареные, натопленное масло. А потом уже дальше там. Травяные чайки такие нейтральные, обволакивающие. Вот, потом уже переходить там на другое питание. Ну, вначале все это закрепить и сбросить. То есть, вот так вот надо действовать. Хорошо, что он написал большое письмо, что там он делал. Это позволяет взглянуть на проблему. И вот опять-таки читать ту же статью про лимфатическую систему. Лимфатическая система своими лимфоузлами. Для сброса разного рода ненужного из организма открывается в желудочно-кишечный тракт. И поэтому, поэтому, когда начинается, вот она сбрасывает. И получается, что там недопищеварение, пищеварение все это расстроено. Стул жидкий, да тем более там зеленый. Это еще указывает на то, что... Вот смотрите, зеленый стул, кстати, интересно. Когда убиваются стрептококи, то они, как бы сказать, их трупы, вот этот вид гноя, гноя, он имеет зеленоватый оттенок. То есть это целые колонии стрептококкол заселили организм Сергея. И усиленно его разрабатывают. Лимфатическая система борется. Опять-таки читайте лимфатическую систему. Ох, как там, знаете, вот от начала и до конца, что там можно делать. И все эти там признаки ее, поражение, начало поражения. Все это там есть. То есть статья так поработал над ней хорошо. Вот, и все, придет какое-то понимание, как это делать. И пойдет, пойдет. А так, когда нету понимания, нету ни причин, ни следствий, человек не знает. То, естественно, так и будет. Ну, что сказать. Что сказать. На этом я закончу. Моя прогулочка подошла к концу. 60 минуточек я проходил. Вот такие вот результатики. Есть возможность помогать каналу? Пожалуйста. Связывайтесь со мной через электронную почту. Ну, а так, хотя бы эти знания остались, иначе я говорю, все. Помните, вот в одном, когда я про Шаталову делал передачу, она там как раз сказала, что я училась в Ростовском институте. Там еще Павлов был, Иван Павлов, я с ним там спорил, а даже, которые, то есть, с теми учителями, которые разработали физиологию. Вот, я еще застал, что эту физиологию преподносили правильно, так, как есть. А потом уже последующее поколение советских, в кавычках, ученых, врачей, поработали так, чтобы эта физиология искорзилась, чтобы она разрушилась, чтобы она как-то исчезла. Это не мои слова, а Галины Сергеевны Шаталовой. Вот, это она рассказала о физиологии. А я вам говорю вообще, та же физиология, то же учение о здоровье человека, которое усиленно старается стереть, чтобы его и не было. Были отдельные рецептики. Ну, все. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!